Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Fibagroup». И с нами сегодня аналитик компании Fibagroup, наш коллега из города Франковилла, Италия, Мариана Ди Валентина. Мариана, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте всем! Здравствуйте, участники! Что интересного сегодня на рынке криптовалют? Мы готовы к криптопятнице! Ну, на рынке криптовалют очень много сейчас новостей, особенно то, что связано с Ripple. Ripple в последнее время очень много новостей дает. Конечно, у нас также очень хорошо идет токен BNB, это токен биржи Binance. Очень хорошо растет, в то время как основные монеты падают. Вы все видели, как сейчас и биткоин, ну и эфир, они сейчас достаточно в таком плете, скажем. Ну, вот я подключусь к моему рабочему столу, так мы рассмотрим более детально. Так, бежит интернет, бежит, все, видим хорошо. Вот смотрите, на данный момент это у нас биткоин-доллар, что очень интересно. В последний раз, когда мы с вами общались, биткоин-доллар, особенно на бирже Bitfinex, был выше 500. В то время, как на других, как Bitfinex, где торгуются биткоин-контракты и биржа, биткоин был ниже 3500. Что это нам указывает? Это нам показало то, что если на основных, ну, есть определенное количество бирж, то, что если на основных, ну, есть определенное количество бирж, и тут можно воспользоваться такой стратегией, как если в биржах топ-биржах биткоин выше, это значит, что все-таки потянет цену и на той бирже, где он ниже. Вот у нас это и случилось. На основных таких биржах биткоин был ниже, уровня 3500, а на Bitfinex был выше в последний раз, когда мы с вами разговаривали. Вот смотрите, я вот подключу. Сейчас. Вот смотрите, последний. В то время, если мы посмотрим на Binance, вот у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, он у нас был намного ниже, возле уровня 3500 у нас был, но ниже, чем на других биржах. Вот у нас на, еще на одной, посмотрим. Это у нас, вот здесь написано Bitmax, берутся котировки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, и это у нас было 3466. Вот, и на этих биржах достаточно большими объемами торгуется биткоин. И, как видно, цена и опустилась даже на бирже Bitfinex, где была выше уровня 3500. Вот смотрите, на то время он у нас был 3564. И объемы других бирж потянули цену вниз. Вот. Это, скажем, такая, вот, разница была одной из статей, что очень хорошо наблюдать на основные биржи и сравнивать их, куда цена пойдет. То же касается на более мелких таймфреймах. Например, если мы посмотрим на часовом графике, можно посмотреть именно стакан цен, именно на биржах, не на этой платформе, а именно на биржах. И посмотреть большие ордера, с какого уровня идут. И потом сравнить с другими биржами. Это тоже не одна из хороших стратегий. Но что мы видим на сегодняшний день? Если мы посмотрим именно на биржи Binance, где торгуются большими объемами биткоин, мы видим, что цена биткоин ниже уровня, конечно, 3500. Она вошла у нас в таком, скажем, канале. Вот в плейте она подходила, биткоин подходил к уровню 3500. Но все-таки был отскок. На данный момент это уровень у нас сопротивления. Вы видите, что цена оттолкнулась и пошла вниз. Внизу, что мы видим? Внизу мы видим у нас S1 по Fibonacci. Это ключевой уровень поддержки. Он достаточно сильный. Если мы посмотрим исторически, мы видим здесь, что цена подходила, отталкивалась, было пробитие, но все-таки цена у нас вернулась. Почему цена у нас тогда вернулась? Потому что мы видим снизу у нас, как вы видите здесь по Momentum индикаторы, у нас образовалась дивергенция на повышение. Когда цена у нас пробивает ключевые уровни и у нас присутствует дивергенция на повышение в другую сторону, то все-таки это один из сигналов, что это у нас ложный пробой. И как вы видите, цена у нас вернулась на повышение. Также у нас индикатор Williams нам также показывал, что есть дивергенция. Он также показывает нам минимумы и максимумы цены. И как вы видите, здесь у нас была дивергенция и по Williams. Когда два таких достаточно сильных индикатора нам показывают, осцилляторов показывают нам, что при присутствии дивергенции и ключевого уровня цена находится, то вскоре всего цена или оттолкнется, или будет ложный пробой. Как мы видим здесь, биткоин у нас сейчас находится ниже retouchement Fibonacci. Это у нас 61.05, это, скажем, такой уровень Fibonacci. Как вы видите, здесь цена от него отталкивалась. На данный момент цена находится ниже этого уровня и ниже своего круглого уровня 3500. Вот. Покупки. Покупки я бы рассматривал только если цена, если опустится заново к S1, буду рассматривать покупки. Как вы видите, здесь это достаточно сильный уровень. Буду рассматривать покупки с этого уровня. Конечно, буду рассматривать объемы, если интерес покупателей. Или, если цена не опустится, буду ожидать, когда цена закроется выше и укрепится выше уровня 3500 вот этого уровня. И тогда буду рассматривать покупки целью, ну, более краткосрочной, потому что пока не выйдет с области Fibonacci Retachment, если цена не выйдет, как вы видите, цена у нас колебается, то, скорее всего, цена и будет оставаться здесь. Есть. Вот. Потому что, да, у нас здесь Fibonacci, конечно. Вот. Есть у нас другую пару. Сейчас у нас мышка дошла. Сейчас. Мы что ищем сейчас, Марьяна? Извините, тут у меня мышка под селом батарейки. Ага. Я понял, друзья. Окей. Подключил. Вот. Смотрите. Если мы посмотрим, у нас эфир. Смотрим. Так. Вот эфир у нас. Смотрите, это тоже у нас дневной график. Видите, что цена, да, у нас опускалась по уровню S1 Fibonacci. Это первый уровень по поддержке. Видите, что цена оттолкнулась. Почему? То, что и с биткоином в прошлом, мы видим здесь, у нас присутствует дивергенция на повышение, в то время, когда цена подошла к такому ключевому уровню. И я ожидал, что все-таки цена у нас будет, у нас отскок и если, когда буду вернуться, чтобы закупаться. Но так как не было отскока, входил в короткую на повышение и закрывал достаточно недалеко, потому что на то время биткоин, ну и сейчас биткоин в такой зоне очень деликатный, а он, как вам известно, тянется достаточно вниз. Вот. И входил на короткую на повышение. С маленьким плюсом, но все-таки плюс. Вот. Рассматривать здесь покупки, ну, будем, конечно, если цена у нас приблизится к уровню 102, 102, где-то здесь, к уровню поддержки S1. Если цена у нас опустится, буду входить с покупкой. На данный момент, да, сегодня основные монеты у нас распут. Но это у нас сегодня. На данный момент не буду входить в покупки, только если цена опустится ниже по эфиру. Вот если опустится, то тогда, да, буду входить на покупку. У нас здесь, да, присутствует дивергенция. И все-таки этот уровень достаточно сильный. Так что уровень 102, 102, да, где-то 102 уровень достаточно у нас будет сильный. И буду входить здесь от покупки с целью дойти где-то, ну, 126.04 вот здесь именно. Да, 126.04 с целью дойти туда. Но буду смотреть, буду смотреть, как биткоин себя ведет и тогда рассматривать входы. Просто на данный момент у нас есть более перспективные монеты. Вот здесь вот смотрите, у нас цена пошла на понижение. И все-таки был отскок у нас. Был у нас отскок от уровня достаточно сильного по фибуначе S1. И пошла цена внизу. У нас внизу была дивергенция на повышение. У нас был уровень. И вот цена у нас пошла. Покупки ожидаю здесь также. S1. Это у нас область 3.834. Где-то с этой области буду входить на покупку. Надо с целью дойти где-то к уровню, от которого цена более всего отскакивала. И потом было пробитие с целью дойти к уровню 4.237. Короткая, но буду смотреть сюда. Ну, конечно, это если цена опустится заново сюда. При дивергенции и все-таки будет или ложный пробой, краткосточный, и потом на повышение. Вот. Ripple. Посмотрим Ripple. Что мы здесь не наблюдаем? Мы наблюдаем здесь, что, как и другие криптомонеты, Ripple у нас спустился к ключевому уровню S1. Это сильный уровень поддержки. И, как видите, я скочил. У нас также присутствует дивергенция. Та же самая история. Если Ripple у нас, потому что у нас сегодняшний день хорошо идет. Сегодня хорошие объемы по биткоину на покупке есть. И у нас сегодня идет хорошо. Конечно, можно уходить более на краткосрочный период, на более мелких таймфреймах, как на часовом таймфрейме, даже на получасовом таймфрейме. И делать скальпинг на повышение. Почему бы нет? Так как у нас сегодня, вот посмотрите, у нас сегодня соотношение объемов есть хорошие. И у нас USDT, у нас он падает. У нас это стебель коин доллара. А основные все соотношения 24 часов есть в хороших объемах. Основные вот coin, ripple, эфир очень хорошо растут у нас. Так что на коротких таймфреймах можно и покупать. Но я в основном рассматриваю всегда, если то, что касается крипты, более на длительный период, конечно. Хотя в последнее время наблюдается такой феномен, как очень много появилось сейчас платформ, кстати, платформы, где торгуется крипта на бинарных на 10 минут, на 5 минут, скажем, на повышение, на покупку или на продажу на 5-10 минут. И что очень странно, эти платформы бинарные по крипте, они на основе эфира, на основе эфира, смарт-контракту. Точнее, там заводится кошелек, не надо зарегистрироваться на этих биржах, а заводится просто кошелек и торгуется как на бинарных, вверх-вниз. Я еще не пробовал такие варианты, но достаточно интересно наблюдать, как развивается крипторынок, в основном даже если он подключился еще и как бинарный, очень интересно. Особенно эти платформы становятся тем, что так как пишут, что ваши деньги, они всегда с вами, деньги не держатся на платформе, они в вашем кошельке, не надо регистрацию. И особенно на таких платформах, когда торгуется биткоин или другие монеты по бинарных, там торгуется соотношение с другими участниками. Точнее, если 40 участников этой, скажем, биржи покупают, а 20 продают, то если вы покупали, то прибыль этих 20, что продавали, разделяется на всех. Ну, там другие правила, скажем так, такие, но тоже интересно наблюдать. Ну, вернемся к нашим графикам. То, что я здесь наблюдаю, пока не вижу покупок, пусть и цена растет, только если цена опустится к уровню S1, это у нас 0.285, или если цена пробьет уровень 0.3173, где-то отсюда, буду также покупать. Ну, если цена закрепится на уровне 0.3173, где-то отсюда. Так как у нас присутствуют дивергенции, также у нас присутствует дивергенция по Биллиамсу, это также очень хороший показатель, что все-таки разворот цены. И, ну, можно входить на покупку короткосрочной. Короткосрочной, но надо смотреть объемы. Есть ли объемы на покупку. Если, например, там на получасовом или на часовом есть наблюдение, что есть объемы на покупку, то можно входить, почему бы и нет. Цена сегодня у нас хорошо движется. Почему бы и нет. Когда вот я разговаривал недавно с другими аналитиками, и очень много говорят, вот биткоин, вот несерьезно, потому что, смотрите, он сейчас пробил 3500 и находится в таком канале. Это пузырь. Продолжают говорить. Я им говорю, что когда есть настроение, социальное настроение, что биткоин падает, то лучше его шортить. Вот сейчас, вот как вы видите, он пробил у нас 3500. Что ожидается? И пока он не вернется выше 3500, есть паника, есть какое-то недоверие. И его надо шортить. Его надо шортить. Вот я его шортил на нашей платформе, МТ4, Фибро Групп. И прибыль брал именно оттуда. И почему бы и нет. Это то же самое, что было, когда биткоин очень рос, когда он вырос до 20000. Ой, все начали влаживаться в него, все новости начали говорить, вот новая система, поменяет мир, и вот биткоин рос. Сейчас то же самое. Все говорят, падает, нестабильный, то почему бы ему не шортить. Те люди, которые ему не шортить, это просто инвесторы, которые сейчас, скажем, в краткосрочной панике, потому что биткоин не растет, и они в панике. Но я бы сказал рассматривать как шорт. Смотрите, вот этот у нас Ripple, если мы посмотрим новости по Ripple, вот смотрите, вот я сегодня запустил новость, что Ripple сейчас будет сотрудничать с платформой Абра. Эта платформа славится тем, что на ней можно покупать акции Amazon, Facebook, Netflix, как вы видите здесь, и, конечно, фонды ETF по биткоину. На данный момент пока эта платформа можно было делать акции именно биткоином, но вот вышла новость от генерального директора Ripple, что Ripple будет скоро появится на платформе Абра, а это значит, что можно будет покупать и акции Amazon, Facebook, это очень хорошая новость по Ripple, но не только эта новость очень интересная, у нас есть и другая новость по Ripple, вот биржа Binance, которая славится своими объемами торгов, она будет сотрудничать с Ripple, но в какой сфере? И с системой XRapid Ripple. Почему именно система? Ripple старается сейчас сотрудничать с многими биржами для того, особенно своим XRapid, для того, чтобы войти в такой обменник монетой, чем побольше с биржами, чтобы увеличить объем. Это не только сейчас, как мы все знаем, что Ripple сотрудничает с банками, как между банками, с переводами, а Ripple вышел еще и на крипто, скажем, обменники, для того, чтобы и там повысить свои объемы именно платформой XRapid. Это тоже положительная новость. Другая новость Ripple, которая тоже очень интересная. Еще одна новость. Смотрите, сколько у нас новостей. Вот есть у нас даже здесь ссылка на Forbes журнал. Все вы знаете, что такое Forbes журнал, где Ripple был, скажем так, выиграл премию 2019-го как инновационный продукт, который в глобальности пользуются очень многие и банки, страны. И вот он выиграл премию. И это тоже положительное. Это показывает, что продукт живой, что продукт развивается. Почему бы нет? Также у нас есть новость, что до недавних времени Coinbase обменник, он предоставлял сервис PayPal только для граждан США. Вышла новость, что PayPal, то есть Coinbase биржа сейчас предоставляет эту услугу и европейским клиентам. Это тоже хорошая новость не только для обменника, а для криптоиндустрии, потому что основные валюты, которые будут передвигаться, это будет у нас как и Bitcoin, это у нас будут и другие монеты ETH, так что это положительная новость для криптоиндустрии. Также по мнению экспертов FinTech официальная новость, что они ожидают, что Bitcoin все-таки вырос на 84% в 2019 году. Также мы опубликовали недавно другую новость, что именно Bitcoin в Venezuela сделало большие объемы проторговки, делают большие объемы. И это не только как в Venezuela, потому что так как централизированные биржи, если это централизированные, они и в других странах, есть такое мнение, что граждане Venezuela также торгуют и в других странах, в ближних странах, как Колумбия и Бразилия, просто другими монетами, но делая объемы Bitcoin. Так что это тоже такая скорость, которая дает нам понять, что все-таки Bitcoin не умер, все-таки Bitcoin очень многие пользуются, так же как и Ripple своими большими новостями. если мы посмотрим особенно монету BNB, монету Binance, потому что как вы видели, Binance сейчас сотрудничает с Ripple, с Rapid, посмотрите, это дневные свечи, посмотрите, как токен, именно, смотрите, какие росты токена, очень-очень сильные импульсы, покупки, в то время, как топовые монеты падают, BNB очень сильно растет, так что не надо просто рассматривать как криптоиндустрию, как только основные монеты, есть монеты, которые принадлежат определенным биржам или определенным проектам, они делают достаточно хорошие импульсы. У нас также было свое время, как видите, здесь и рос месяц назад, вырос очень сильно Waves, это другая монета, также своей децентрализированной биржей, но все-таки тоже делала большие импульсы. На данный момент я ожидаю по этой монете все-таки падение, падение где-то уровня S1, первому уровню по поддержке, это у нас будет 0.0.02.05.58 с этого уровня, буду рассматривать, как вы видите, здесь цена его тестировала очень долго, очень долго его тестировала цена, даже посмотреть исторически, если посмотреть такую более длительную, у нас здесь есть более длительная дивергенция, почему, потому что посмотрите здесь, минимумы, если цена у нас даже дойдет до этого уровня, то все-таки она будет ниже дистограмм, выше дистограммы, чем здесь, так что можно будет рассматривать именно с S1 поддержки, как цена реагирована на эту поддержку, если будет пробой, тогда будем искать точку покупок, если будет отскок, также будем покупать, потому что уровень достаточно сильный и вскоре всего у нас будет здесь дивергенция, судя по дистограмме здесь, так что если даже здесь сюда дойдет до этого уровня, то все-таки гистограмма будет ниже где-то чуть-чуть где-то здесь, все равно у нас будет дивергенция на повышение, ослабление, так что можно будет рассматривать покупки. посмотрим у нас NEM, так рассмотрим у нас NEM, что мы видим здесь, очень интересно, здесь, как вы видите, у нас был уровень поддержки, цена его пробила, видите, вот цена пробила, здесь я не делал покупки, почему, это у меня сильный уровень, но, как вы видите, у нас здесь не было дивергенции, у нас цена находилась, судя по индикатору, осциллятору, на том же самом уровне, так что, вскоре всего, цена, ну, и по Вильямсу, у нас дивергенции не было, так что, цена у нас пробила, но сейчас очень интересная ситуация, как основной рынок растет, на днем мы видим маленький рост, если цена сегодняшняя Немо закроется выше S1, который у нас был поддержкой, а сейчас он у нас служит сопротивлением, если закроется выше и укрепится цена, тогда можно будет входить на повышение, с целью дойти к пивот поину, где-то сюда, это у нас уровень 0.0485.4, с целью дойти сюда, тогда, но только тогда, посмотрим сегодняшнюю сетчу, я рассмотрю сегодняшнюю сетчу, если она закроется выше уровня S1, он у нас останется поддержкой, тогда буду входить на покупку, но посмотрю вот сегодня как цена реагирует, и посмотрю какие будут объемы именно чего больше будут у нас покупки, у нас продажи по объемам буду рассматривать, вот, посмотрим у нас Монера, Монера у нас очень интересная ситуация, так же, как и на других монетах, смотрите, цена у нас, вот последний раз, когда мы с вами общались, цена вот была у нас где-то здесь, да, да, у нас цена была вот здесь, внизу у нас, как вы видите, у нас присутствует дивергенция, и по Вильямсу также, это когда два показателя, это очень хороший сигнал тому, что все-таки у нас разворот будет, и как вы видите, здесь у нас разворот здесь случился, у нас разворот, рынок развернулся, и у нас пошел на повышение, на данный момент, на данный момент, так как у нас вверху пивотпоинт по Фибоначчи, такой круглый уровень, скажем, это, то будем рассматривать, что покупок пока я не буду делать, ну, только если краткосрочность, так как у нас сегодня, сегодняшняя свеча хорошая, ну, как и по основным монетам, можно будет рассматривать на более коротких фреймах, на часовом или полчасовом, можно даже меньше, главное, чтобы был достаточно сильный сигнал, то ли отскок от важного уровня поддержки на повышение, то ли графический паттерн, это у нас может быть паттерн бабочка, паттерн гарлей, вот, если у нас будет или паттерн, или отскок от важного уровня, что касается на покупку то можно сегодня входить на короткий период, потому что у нас сегодня, как вы видите, смотрите, одна свеча, что присутствует, это значит, что на данный момент у нас присутствуют покупатели и, посмотрите, с остальными ценами, видите, вот какие цены, так что на сегодняшний день, как и другие монеты, как и биткоин, и пир, можно, можно входить в краткосрочную покупку, ну, в краткосрочную, потому что мы не знаем, как пока цена находится, что касается биткоина, ниже 3500, ну, я там только рассматриваю в основном, как обычно, продажи, но так как у нас сегодня хорошие объемы на покупку, можно посмотреть, что будут ли у нас входы от уровня. Вот. На данный момент Монеро, я не, только если на короткое входить, тогда можно еще покупки рассматривать, но более на длинный период, ну, длинный, это рассматривается как три дня, четыре дня, пять дней, неделя, ну, я здесь не вижу, что на неделю пока на данный момент сильного роста, но только если цена опустится, если после такой хорошей цены цена опустится ниже, где-то уровень поддержки, не говорю, что надо, чтобы цена дошла, тестировала ее, но чуть ниже, близок к ней, чтобы я видел, что у нас присутствует диверсия, и все-таки возможно входить на повышение, на покупку с объемами, которые нам говорят, что все-таки покупателей больше, чем продавцов, вот, так что буду входить более по низкой цене, потому что по этой цене, ну, достаточно рискованно на период входить на покупку, только потому, что сегодня у нас хороший рынок, вот, что касается вельс, у нас, вельс очень у нас интересно, почему, потому что, смотрите, это у нас дневной график, цена у нас находится на уровне как раз поддержки, как раз поддержка, как и другие, где цена отскакивала, только при присутствии дивергенции, также у нас здесь, у нас здесь присутствует дивергенция, у нас здесь присутствует дивергенция по вельсу, так что вельс я рассматриваю как покупки именно с текущей, с текущей цены, ну, скажем, с текущей цены даже с текущей цены потому что у нас цена очень близко с 1 поддержка вы видите два дня цена старалась пробить но не пробила все-таки продавцов продавцы не смогли пробить вот у нас сегодня идет рост и скажем присутствие нас дивергенция на повышение так что буду рассматривать покупки покупки буду смотреть объемы даже вот сегодня буду смотреть объемы буду рассматривать дивергенцию на повышение на коротких время чтобы пока пока есть объема покупок буду рассматривать по выходе на покупки с целью дайте пиво пойну это у нас 2.9187 вот с целью дойти сюда, буду рассматривать. Потому что, как вы видите, здесь цена проходила, потом пробила, но в циркальном уровне. До уровня 2.90 планирую, что цена будет расти до этого уровня. Так что буду рассматривать только рост по вейсу. Ну, конечно, если только свеча сегодняшний не пробьет поддержку, но вряд ли будет, так как основные монеты у нас растут, так что вряд ли он сегодня у нас пробьет. Это еще один из таких показателей, когда у нас уровень растет, ну, точнее, у нас растут покупок, так что на основные монеты. Вот, так что можно рассматривать покупки. Вот. Ну, только да, если опустится, только если пробьет. Ну, вряд ли он пробьет. Думаю, все-таки будет расти к этому уровню. Вот. И 2.90. 2.90 вряд ли. Ну, если цена дойдет до 2.90, вот, импульсом сильным, надо будет рассматривать, какие есть объемы. Если есть ослабление покупателей, ну, тогда вскоре будет отскок от этого уровня. Но только если будут признаки по объемам ослабления покупателей. Но до этого объема, думаю, будет рост. Ну, на этом у меня все на сегодня. Что касается крипты, передаю вам слово, Игорь. Хорошо. Спасибо большое вам, Марьяна. Пожалуйста, заходите в эфир. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Ну, прежде всего, хочу сказать, что я с ужасом услышал новость о том, что появились бинарные опционы на крипте, потому что Utrade TV в 2017 году ругали за то, что мы показывали бинарные опционы. В 2018 году ругали за то, что мы показывали крипту. Я представляю себе, что будет, когда мы покажем бинарные опционы на крипте. Знаете, это очень интересно. Знаете, почему? Потому что тут оказывается, потому что в чем проблема бинарным. Очень много людей, к которым даже я общаюсь, у меня есть друзья, которые торгуют бинарными, которых я лично знаю. И у них получается, говорят, что получается. Но очень много такого, что, если вы помните, было такое время, когда все говорили, о, на бинарных не заработаешь, потому что вас обманивают, брокер вас там обманивает, хочет вас надуть. Что касается крипты на бинарных, тут чуть-чуть странно. Почему? Потому что тут брокер вас не обманет, потому что он зарабатывает, если это касается, что смарт-контракта, если платформа на смарт-контракте эфира. Потому что если платформа на смарт-контракте эфира, это значит, что брокер не имеет даже доступа. Точнее, ваши деньги не стоят на платформе, а они у вас в кошельке. Вы, когда делаете ставку, вы делаете из кошелька. Брокер все равно зарабатываете или не зарабатываете, потому что вы торгуете против других участников. Точнее, если 20 участников поставили, что будет рост, а 20 поставили, что пойдет вниз, тогда вы заработали, если вы поставили вниз, то и пошел вниз, то участники 20, что поставили вниз, заработали с тех, что поставили вверх 20 участников. А брокер заработал на комиссии ввода и вывода только. Марьяна, вот здесь я не понял. Здесь я не понял. То есть ставка идет не на движение котировки на рынке, а ставка идет на то, за кого больше проголосуют. Или на котировку все-таки ставка. Нет, нет. Котировки есть на этой платформе. Я просто не хочу делать рекламу платформы. Нет, нет. Сделайте. Марьяна, сделайте рекламу платформы. Дайте нам ссылочку после эфира. Мы с удовольствием посмотрим. Значит, там в чем суть. Что является основанием для решения, выиграл человек или проиграл? Движение реальной котировки или действие других? Реально, что касается, Игорь, смотрите. Платформа, она берет котировки, чтобы даже отмазаться, даже брокер не дает свои котировки. Вы увидите, что платформа берет котировки от трех бирж. Назвем эти трех биржи. Это будет у нас Binance, Binance и Kraken. Он берет котировки оттуда. И если вы торгуете, вы торгуете, скажем, на реальных котировках этих бирж именно. Точнее, если Bitcoin, например, на Bitfinex пошел вниз, то он пошел и на этой платформе. Потому что это котировка из этой биржи. И на платформе видно. Марьяна, это я прекрасно понимаю. Мой вопрос. Вы говорите, получают деньги других участников. Просто делится та сумма тех, кто промахнулся, делится. 30 человек промахнулись, 20 попали. То есть сумма 30 проигравших делится на 20 победителей. Ну, насколько я считал, да. Да, вот так и делится. Все, все. Не, естественно, вы высказываете свою точку зрения, свое мнение, как вы это поняли. Это естественно. Я просто платформа, я когда увидел, мне очень заинтересовало. Почему? Потому что я еще не видел в крипте, как бинарный на основе смарт-контракта. Точнее, это платформа, которая, скажем, облачная платформа в облаке. Точнее, где брокер, честно говоря, не знаю, кто там брокер, но где брокер в котировке, не его, а зарабатывает только из комиссии. Ну, в смысле, ничего не делает. Понятно, да. Чтобы я так жил, это понятно. Это революция. По моему мнению, такое будет и с другими потом. Точнее, я думаю, что в будущем криптобиржи что сделают? Они скажут, о, хорошо, у нас есть криптобиржа, скажем, Форекс, а давайте сделаем еще бинарные. И сделаем еще бинарные, потому что это привлечет других людей, которые занимаются бинарными. Точнее, это, видите, как рынок, очень похож на Форекс. У нас есть сейчас биржи, которые своими котировками, и сейчас у нас зарождаются и бинарные опционы крипто. Я понял. Ну, нет, мы уже поняли. Мы сразу поняли вашу идею, поэтому ждем ссылочку, обязательно посмотрим. Хорошо, спасибо большое, Марьяна. Мы всегда узнаем от вас что-то новое и удивительное. У меня еще вопрос, добрался ли до вас кубок Utrade TV лучший криптотрейдер или нет? Ну, кубок пошел в Киев, в наш офис, где я работал. Но я планирую в будущем вот поехать, посмотреть то же самое Киев, потому что я лет Киева не видел. Ну, возможно, в будущем вот поеду и, конечно... Заберу, я понял, ясненько. Хорошо, то есть вы пока еще ничего не получили, ясненько. Марьяна, спасибо вам огромное за ваш обзор, за ваши комментарии. Вам хорошего дня, удачи на рынке сегодня. И вам хорошего дня, Игорь. Всем спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. fit